Некоторые считают, что рукокрылые — это такой ужас, летящий на крыльях ночи, который выглядит примерно как вот этот ночной бродяга, который его нарисовали в комплексе каких-то футуристических размышлений на тему того, как могли бы выглядеть люди. Вот, к примеру, считают, что так выглядели бы люди, если бы они развили способность к охолокации и перешли к ночному образу жизни. На самом деле эти животные совершенно не чудовища, а очень даже милые зверьки, которые поражают своим многообразием форм, размеров и приспособлений к тому образу жизни, который они ведут. Эта лекция, я надеюсь, только первая из общего цикла рукокрылых. То есть я не буду сегодня рассказывать ни о физике летучих мышей, ни о интересных особенностях их биологии, которые связаны с приспособлением к ночному образу жизни и полету, а мы только немного с ними с вами познакомимся. Итак, начнем с того, что все рукокрылые — млекопитающие. Точно так же, как и мы с вами, то есть они теплокровные, они рожают детенышей с помощью живорождения, как меня иногда спрашивают. Рождаются эти детеныши такие же, как и мы, беспомощные, голенькие и мерзкие. Много других вещей тоже связывает нас с рукокрылыми. Вот, к примеру, строение руки человека, кошки, кита, который тоже является млекопитающим, помним, да, кита — это не рыбка, и рукокрылого. Как вы видите, здесь все те же самые косточки, просто у рукокрылых очень сильно удлинены фаланги и кости, как же они называются, метакарпалии, насколько я помню. То есть представьте, вот свои пальчики, да, такие маленькие, вот если бы они у вас выросли настолько, чтобы они у вас доставали почти до пола, вот тогда бы вы поняли, каково это быть летучей мышью. И вот эта анатомическая особенность позволяет им освоить активный полет. Рукокрылых на всей Земле очень много видов разных, как вы видите, 1250, как считает английская Википедия, или 1200, как считает русскоязычная Википедия. Проживают они на всех континентах, исключая Антарктиду, конечно же, и не залетают они в совсем уж полярные, заполярные области северных широт. Наибольшего многообразия рукокрылые достигают, как ни странно, в тропиках, вот здесь вот, и там как раз-таки живут самые интересные и забавные из них. По поводу систематики рукокрылых. Значит, рукокрылые — это отдельный отряд, точно такой же, как, скажем, грызуны или приматы. По численности видов он стоит вторым после грызунов, то есть очень много разных видов. Я вам расскажу старую систематику, потому что новая систематика, построенная на молекулярных данных, она немного замороченная, хоть и интересная. Вот раньше читали, что рукокрылые бывают двух типов. Мегахероптера, то есть большие рукокрылые, и микрохероптера, то есть маленькие. Вот здесь вы видите, возможно, видите, если вам это удается, несмотря на контрастность экрана, самую маленькую летучую мышь по имени Китти, она весит всего 2 грамма, свиноносая летучая мышка. А справа вы видите гигантского калланга. Размах его крыльев составляет около метра 70. Это, в общем, как я представили себе животину. Что же все-таки отличает рукокрылых от всех других животных? Это, в первую очередь, активный полет. Но, можете сказать вы, а как же вот эти замечательные животные шерстокрылые? Как же белки-летяги? Они ведь тоже все летают, правда? Да, они летают, но летают иначе. Они используют планирование. А активный полет, который происходит у рукокрылых, это совершенно другой процесс. То есть они машут крыльями примерно так же, как калибри, как бабочки. Физику этого процесса очень интересно изучать. Собирают даже целые конференции, посвященные именно тому, как летают рукокрылые. Ух ты, нам даже дали красивую музычку под это. Да, вот здесь вы видите, как снимали полет этой летучей мышки. Это не так-то просто. Вот целую студию под это сняли. Но об этом, возможно, я вам расскажу в отдельной лекции, если доживу, и мы с вами сейчас доживем. Еще одна особенность рукокрылых, их принципиальная особенность, это эхолокация. Кроме рукокрылых, эхолоцировать могут китообразные, могут стрижи-саланганы, некоторые насекомые. Но все-таки наибольшей искусности в этом достигли именно рукокрылые, потому что они охотятся за движущейся добычей ночью. За какой же движущейся добычей? 70% рукокрылых насекомоядны. То есть они поедают тех, кто летает, бегает, кусается, заползает куда-нибудь и так далее. В этом их основная так называемая польза. То есть очень часто спрашивают, какая польза от этих ваших рукокрылых. Вот они едят насекомых. Но не только насекомых. Было показано, что, к примеру, гигантская вечерница, это мышь, которая обитает и в нашей области, как недавно выяснилось, она может во время миграции воробьиных поедать и птиц. На вот этой фотографии другая мышка, американская листоносая, насколько я помню, поедая скорпиона. Могут быть даже случаи поедания амфибий и рыб. 20% рукокрылых, те, которые являются крыланами, живы в тропиках, они обычно питаются нектаром или плодами. Поэтому с эхолокацией у них не очень, плоды ведь никуда не убегают. Зато они делают огромный вклад в процесс опыления растений. И некоторые растения, не будь специфических видов рукокрылых, которые их опыляют, они бы просто вымерли и исчезли с лица земли. И всего три вида, те, которые живут в Южной Америке, очень далеко от нас, всего три вида питаются кровью. Это настоящие вампиры, семейство настоящих вампиров. И только один вид питается кровью млекопитающих, два вида питаются кровью птиц. Теперь мое лицо, что называется, когда я слышу мифы рукокрылых. Первый миф, что они летят на белое, и что они обязательно нападают на людей. Вот скажите, пожалуйста, возможно, с кем-то из вас было такое, что вы ходили по лесу, а у вас мошки кусали? Было когда-нибудь такое? Редко, но бывает, да? Так вот, эти мошки, если вы заметили, не велись за вами, вот над вашей головой. И рукокрылые, чтобы вы понимали, они интересуются не вами, они интересуются именно вот этими мошками, комарами, которые преследуют вас. То есть они, в общем-то, ваши друзья в этом деле. По поводу белого, та же самая история. Рукокрылые летят на насекомых, которые летят на белое. Именно поэтому некоторые виды из летучих мышей, которые живут в городе, охотятся вокруг фонарей. Следующий миф — это о том, что все летучие мыши исключительно вампиры, что они пьют кровь. Ну, с этим, мне кажется, мы уже разобрались, что летучие мыши-вампиры, они живут в Южной Америке. Для того, чтобы они на вас напали, вам нужно или не закрыть на ночь порточку в бунгало, или голыми заснуть в тропическом лесу. Но я думаю, что это будет не самая первая проблема нападения летучих мышей и вампиров, которую вы почувствуете, если так поступите. Следующий миф состоит в том, что это жутко заразные животные, что, значит, в них циркулируют вирусы бешенства и так далее. На самом деле летучие мыши являются резервуарами для некоторых заболеваний, для некоторых вирусов. Но что касается тех летучих мышей, которые живут у нас, в европейской части, то их вирус бешенства не так влияет на их поведение, как, к примеру, влияет классический вирус бешенства псовых на собак. То есть им заразиться гораздо сложнее. То есть бешеная собака, она агрессивна, она бросается на людей, она пытается, она не пытается, конечно, но она с большой вероятностью передаст этот вирус. Летучая мышка, которая болеет бешенством, она, наоборот, становится такая квеленькая, она теряет способность летать. И вы можете заразиться от нее бешенством, только если вы подумаете, ой, бедная мышка, ну-ка возьму я тебя в руки голыми руками. Вот сейчас смотрите, я вам покажу очень важную вещь, которая поможет вам ни за что в жизни не заразиться бешенством от летучей мыши. Это, смотрите-ка, очень редкая вещь, тяжело найти, строительная перчатка. Вот, строительная перчатка, надетая на руку, позволяет вам не заразиться бешенством от летучей мыши, потому что даже если она вас укусит, она не прокусит вашу кожу до крови и не передаст вам вирус. Вот, к примеру, маленький мальчик четырехлетний, который совершенно не боится гигантскую вечерницу. Смотрите, кстати, как выглядит самая большая мышка, которая проживает на территории нашей области. Видите, да, гигантская вечерница, очень большая и страшная. Вот, он ее не боится, потому что у него на руке перчатка. За ночь рукокрылые съедают до 30% собственного веса насекомых. В этом их польза, в этом их влияние в том числе и на экономику. Там, где рукокрылые исчезают, фермерам приходится очень много денег тратить на пестициды, гербициды, нет, на гермициды им столько же приходится, в общем, на то, чтобы защищать свои посевы от насекомых приходится тратить гораздо больше денег. Также рукокрылые встроены во много пищевых цепочек, не только, значит, являясь хищниками, но и являясь и жертвами. Это, конечно, нетипичный вариант, когда золотистая щурка поедает, не отопыря, но такое тоже бывает. Еще один интересный вариант встраивания рукокрылых в экосистему, это их участие в пещерных экосистемах. К примеру, в Габоне нашли специальную, ну не специальную, особенную популяцию крокодилов, которые проживают в пещере, не выходя на поверхность, и питаются они только лишь рукокрылыми, только лишь летучими мышами. И вот те, которые очень долго, да, всю свою жизнь проводят там в темноте, омываемые водами, подщелаченными испражнениями летучих мышей, они вот становятся такого цвета, потому что пигменты в их коже начинают окисляться. И вот эти крокодилы таким образом выживают, потому что на них никто не нападает снаружи. Вот, тупоносые пещерные крокодилы. Что же у нас в Украине? Значит, в Украине летучих мышей с одной стороны много. То есть, видите, да, 20 где-то процентов всех видов млекопитающих, которые у нас проживают, это так или иначе рукокрылые. Но дело в том, что популяционные тренды ни одного из этих видов не являются растущими, они или стабильны, или падают. Исключение составляет только средненноморский нетопырь, который просто лишь заселяется на нашу территорию, поэтому у него популяционный тренд и растет. А почему же они такие уязвимые? Что им не так? Значит, первая причина — это уничтожение лесов, то есть уничтожение естественных мест обитаний. Вторая причина — это различные антропогенные ловушки. Вот эта фотография была сделана на уже теперь территории ДНР в Новоазовском районе Донецкой области. У нас, конечно, электростанций не так много, как в других странах, которые ориентируются на переход на зеленую энергетику. Но, к примеру, в Германии за год вокруг таких электростанций умирает не менее 200 тысяч летучих мышей. Там умирают также и птицы, и другие животные тоже страдают от этих электростанций. Об этом мало кто знает, но теперь знаете и вы. И другая проблема — это другие антропогенные ловушки в городе. Это, к примеру, здание университета Каразина, незакрытые форточки в двойных окнах, в которые во время миграции попадают летучие мыши и массово гибнут. Вам, наверное, не видно этого душераздирающего зрелища, но может оно и к лучшему. То есть во время миграции одна мышка случайно попадает между вот этих вот окон, начинает звать на помощь, туда набивается еще сотня рукокрылых, и они погибают от перегрева. То есть, казалось бы, в здании сосредоточия науки об этом должны бы знать, но они пока не реагируют особо даже на информационные плакаты. Так что вы всем об этом рассказываете. Ну, еще похожий случай был, правда, с хорошим исходом на одном локальном паблике, на котором написали, что во время миграции 60 летучих мышей попалось в квартиру. Там в итоге все выжили. Значит, если у вас будет такая ситуация, вы встретитесь с рукокрылым в городе Харькове, то не стесняйтесь, давайте знать в центре реабилитации, потому что там собирают информацию об этих животных, о том, где они появляются, какие виды, и там этим животным оказывают помощь. На этом я, пожалуй, закруглюсь. Скажу лишь только, что сейчас будет перерыв, и на перерыве я предлагаю вам подойти ко мне и пообщаться с живыми летучими мышами. А теперь прошу ваши вопросы. Спасибо за лекцию. А можете сказать, где вот произошло это разделение на тех, кто ест насекомых, тех, кто ест фрукты, и тех, кто питается кровью? Это разделение произошло в глубине веков, и на нем я бы хотел, наверное, сказать на отдельной лекции, потому что это очень интересный вопрос. Вопросы эволюции рукокрылых и эволюции вообще. У нас был ивент Comic-Con в апреле, и, насколько я помню, ты была в костюме человека летучей мыши тогда тоже, да? И я хочу спросить, вот сама история Бэтмена и всех этих комиксов, как ты думаешь, она улучшила образ летучей мыши в глазах общества, да? Сделай его менее негативным. И какие вообще примеры каких-то вот культурных сериалов, мультфильмов, ты знаешь, которые улучшили бы образ летучей мыши в глазах людей? Ну, я где-то даже, по-моему, встречала материал по этой теме, значит, мол, рукокрылые во всяких мультиках и фильмах. Безусловно, сильнее всего повредила репутация именно мифы о вампирах, потому что многие люди ассоциируют теперь одно с другим. Там хэллоуинские всякие штуки, когда показывают какой-то там старый замок, и там летучие мыши летят. Вот это скорее негативно сыграло на их имиджи с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, просто нужно основываться на знаниях, а не на имиджи того или иного животного. Вот и как бы и всё. То есть у меня не вызывает раздражение фильмы о вампирах, я просто смотрю их, там пугаюсь, а летучих мышей нет, не пугаюсь. Спасибо, Базалек, всё очень интересно. Хотелось бы задать два таких вопроса. Один из области, правильно ли я понимаю, что вот те виды, которые питаются кровью, что вроде как, если человека, ну или животное, они кусают во сне, то он может это не почувствовать за счёт того, что они впрыскают какие-то анестетики и антикоагулянты крови, правильно, да? Это верно, да. И второй вопрос, не влияет ли вот наше антропогенное окружение в плане волнового, то есть микроволны, там те же, всё-таки ультразвука у нас тоже в антропогенном окружении много, не влияет ли это на их способность к геолокации и не ставит ли это их под угрозу? Хороший вопрос, на самом деле не до конца изученный. С одной стороны, на антропогенных территориях видовое разнообразие летучих мышей гораздо ниже, чем на тех, которые не нарушены. Поэтому можно предположить, что в городах им как-то не так уютно, как в лесу. С другой стороны, каков вклад именно вот всяких излучений, которые есть у нас, техногенных. Есть один забавный пример. Ну, вы знаете Газпром, здание Газпрома? На нём стоит огромная вышка, телевышка, которая, ну, в общем-то, излучает, да, я думаю, неплохо. Но дело в том, что как раз-таки это здание является излюбленным местом сварминга, то есть осеннего роения, и зимовки рукокрылых. Поэтому вот непонятно, то ли их было бы ещё больше, если бы их не отпугивала эта вышка, то ли наоборот, она их как-то привлекает. Вот, это вопрос ещё не раскрытый. Вот, приглашаю к сотрудничеству тех людей, которые являются физиками, имеют понимание, как это можно было его изучить. Какие у летучих мышей предпочтения в плане жилья? Вот, например, там, ну, собаки-будка, у… Ой, слушайте, я как раз для вас заготовила слайды. Тут модно заготавливать слайды. О, идеально. Дополнительные. Вот смотрите, это картинка, которую сделали ребята из Bad Conservation Trust, и они отметили здесь все те места, где могут поселиться рукокрылые. То есть вообще они любят всякие щёлочки, куда можно забиться плотно друг к другу, прижаться и быть защищёнными от врагов. То есть это разнообразные вот под карнизами места, вот под этими карнизами, это вентиляции всякие, это, значит, всякие водостоки, это, понятно, у вас на чердаке где-нибудь под балками, это вот чуть ли не в каминных трубах, это там, где обшивочка отстаёт, это где-нибудь на балкончике снизу. Вообще некоторые люди хотят, чтобы у них много рукокрылых где-нибудь жило, и они для них развешивают домики. Вот это вы видите на столбе, висит домик, и в нём вот в трёх таких коммерчинах сидят летучие мышки. Некоторые люди даже не останавливаются на таких маленьких домиках, они делают вот такие огромные амбары для летучих мышей, то есть там вот, получается, внутри этого дома вертикально стоят деревянные пластины, и между ними, значит, живёт много летучих мышей. И я вам скажу больше того, один фермер в Техасе решил сделать искусственную пещеру для летучих мышей. И вот они собрали сначала такой каркас, потом они, значит, залили его там бетончиком, закидали землёй, и что бы вы подумали, тут, конечно, плохо видно, но можете мне поверить, что туда заселилось около полумиллиона бульдоговых летучих мышей, и теперь этот фермер с удовольствием смотрит на то, как они у него, значит, вылетают из этой пещеры. Зачем вылетают? На охоту. Зачем фермер так поступил? Ну, смотрите, можно сказать, что это хобби, а можно сказать, что это просто последовательная природоохранная позиция, то есть человек отвоёвывает, грубо говоря, место обитания у других существ, и если он имеет возможность как-то им отдать этот кредит, он эту возможность использует. По-моему, это очень здравая система. То есть я не думаю, что у него что-то не в порядке с психикой, я думаю, что у него всё хорошо с психикой, наоборот, и с горизонтами планирования. Интересно факт, когда летучие мыши из-за природных каких-то эффектов начинают вылетать днём, хотя до этого они уже легли в спячку, например, потеплело резко. Какие ещё факторы влияют на биоритмы летучих мышей, когда они в спячке, и насколько сильно это им вредит? Хороший вопрос. Спасибо. Значит, смотрите, днём они могут вылететь по нескольким причинам. Во-первых, если вы появитесь на чердаке, где они сидят, то вы будете тем фактором, который повлияет на их биоритм, заставит их разогреться и вылететь. Если это происходит зимой, то это может происходить или из-за того, что стало тепло, они почувствовали, что отепель, можно полететь, попить водички, или наоборот, из-за того, что очень холодно, то есть они чувствуют, что температура окружающей среды понижается ниже отметки 0, им становится неуютно, они понимают, что они там не выживут, они начинают перемещаться. То есть в основном это, конечно, какие-то стрессовые факторы, то есть от хорошей жизни рукокрылые обычно в светлое время суток не летают, потому что это не их стратегия экологическая, они привыкли летать ночью, потому что так их не могут вполеватые дневные хищные птицы и так далее. По поводу того, что влияет на биоритмы, в первую очередь, конечно, температура и какие-то факторы воздействия механического, то есть если вы залезете в пещеру и начнете там пальчиком в мышку тыкать, ту, которая там зимует, она начнет разогреваться и пытаться переместиться, куда-то сбежать. А так, чтобы там как-то глобальное потепление влияло на мышей летучих или что-то еще такое, вот пока такой информации у меня нет. Ну, на других рукокрылых, допустим, которые живут в тропиках, на них влияет фотопериод. Допустим, фотопериод очень сильно влияет на их репродуктивные особенности, но опять же это там тема отдельной лекции. Я так понял, что на них кто-то охотится все-таки нет? Ну, кроме хищных птиц? Да, на летучих мышей охотятся. Вот в том же «Газпроме», о котором я упоминала, на них охотятся коты, специальные ловчие коты. У нас есть тоже отдельная презентация про это научная, который делал Виталя. Виталя, помуши ручкой. Вот, это мой коллега, можете у него спрашивать все про рукокрылые в «Газпроме» и то, как они там страдают от котов и прочих вахтерш. На рукокрылых охотятся змеи, безусловно, на рукокрылых охотятся крокодилы, как вы видели в этой презентации, лисы тоже могут, заходя в пещеру, если своды пещеры небольшие, они могут с удовольствием перекусить рукокрылым летучей мышкой. Ну да, хищных птиц мы уже упоминали, ну много кто в общем-то, даже люди, люди едят крыланов, вот этих больших рукокрылых, потому что в них много мяса, и на самом деле даже микрохироптер, вот этих маленьких летучих мышек тоже едят, потому что китайцы они все едят. Скажите, пожалуйста, вот эти особенности жизни, способы жизни летучих мышек, они объясняются только давлением птичника на них, или это еще и конкуренция со стороны птиц, которые тоже едят в мошкару всякую? Я не видела отдельной статьи на эту тему, но логически мне кажется, что это и разделение ниш, потому что днем охотятся насекомоядные птицы, да, там птичка-синичка, которая за лето съедает много, значит, сотен килограмм гусениц, а по ночам это делают рукокрылые, просто об этом никто не знает, и в учебники это не вошло. Они, на самом деле, тоже очень много поедают различных вредителей сельского и прочего хозяйства. Я думаю, что для исследования их иногда ловят. Вот как они как это делают? Как ловят летучих мышей, как изучают? Ну, смотрите, иногда они, можно сказать, ну, у нас как-то в Харькове происходит, иногда они попадают к нам через колл-центр, то есть звонит человек, говорит, «О, господи, у меня тут страшно ужасная летучая мышь, очень-очень большая, она хочет меня съесть, приезжайте скорее, спасите». Приезжает специально обученный человек, студент, студентка, юнатка, они надевают то, что я вам показывала, надевают специальный эквипмент, перчатку, и лезут туда, где сидит страшная ужасная летучая мышь. Обычно летучая мышь к этому моменту успокаивается, спокойненько сидит, ее просто снимают со стены, как, ну, я не знаю, что, как зонтик снимают со стены, да, там, с крючка или пальто. Но это как бы легкий путь. Сложный путь — это если вы решили исследовать рукокрылых в их естественном, в естественном среде обитания. Если вы решили делать это ночью, то вам, точнее, не ночью, а не в то время, когда они спят в пещере, то вам придется поставить огромную сеть, 12 метров на 4 метра паутинную, и под этой сеточкой сидеть и ожидать, когда же в нее попадет мышка. То есть это, в общем-то, как ловить рыбу, только сеть не в воду опущена, а поднята на воздух. Используем мы тоже рыболовные удилища, потому что они удобные телескопические. Ну и потом уже единственная ваша проблема — это выпутывать летучих мышек из сети, когда они туда попадают. Это довольно кропотливое занятие. Ну и все. Но также можно их изучать дистантно. Есть много разных способов. Я удовлетворила твой интерес. А вот если вот такой домик маломестный повесить, допустим, под окном на типичной пятиэтажке, он заселится летучими мышами в городе или это нужно делать только в сельской местности? Ну, стандартная цифра заселения летучими мышами домиков — это 20%. То есть тебе нужно повесить 5 домиков, чтобы у тебя заселился хотя бы один домик. Но это если ты в рандомном месте вешаешь в городе. Если ты знаешь, что они и так живут в этом здании, то даже если повесишь один домик, вероятность того, что они заселят, крайне велика. То есть, допустим, есть у Харьковской рабочей группы по изучению рукокрылых, с которыми я волонтерю, давняя мечта. Об этом можно говорить, Виталий? Да, повесить такой специальный домик для рукокрылых на Газпроме для того, чтобы они не пытались залезть в шахту лифта, измазаться мазутом, чтобы они компактненько себе сидели в домиках, как было бы удобно и им, и пенсионным фондам, которые расположены в здании Газпрома. Но еще можно их, по идее, туда приманивать, если подсадить туда мышей специально, но это уже такие сложные вопросы. А, в Германии, кстати, строят дома с уже встроенными домиками, то есть нам даже не видно, что на этом доме что-то висит, там просто есть такая дырочка, и внутри вот в конструкции уже идет ниша специальная для рукокрылых, и вот их они тоже с удовольствием заселяют. И на самом деле важнее делать укрытие для рукокрылых именно в городе, а не в сельской местности. Еще важнее беречь место обитания рукокрылых, они делали у них домики, то есть если ты знаешь, что где-то в пещеру там, не знаю, постоянно ломятся туристы и жгут там костры, то гораздо лучше разогнать этих туристов, чем повесить один домик у себя под окном. Это такой уже философский вещь. Ну, лично мое мнение, что дикие животные должны быть дикими, поэтому если так кто-то и делает, то я бы такого человека скорее порицала, то есть что значит берет себе мышку, дома что ли у себя и удерживает? Нет, ну если человек строит себе вот такую пещеру для того, чтобы у него было меньше комаров, то это нормально, я считаю. Ну то есть я не встречала еще ни одного человека, который бы делал домик для летучей мыши только лишь для того, чтобы она у него комариков скушала. Хотя они это делают, в общем-то, очень быстро и феерично. Я помню, когда-то я оказалась в пещерном монастыре в Крыму, дело было весной, дело было в мае, и как раз был массовый вели скорпионовых мух. Не знаю, видели ли вы скорпионовых мух, но это довольно надоедливые насекомые, такая значит черная туча, нечто. И вот значит перед закатом сидим, мы наслаждаемся видом гор, там пещер. И вот полетели эти скорпионовые мухи, нам сразу стало дискомфортно, неприятно, а потом минут через 20 полетели летучие мыши. И значит они так чух-чух-чух-чух-чух. И Ковкино зачистили нам площадочку. То есть они в этом очень эффективны. Одна такая продавая ночница, как та, которая была на картинке, ну или пусть будет двухцветный кожан, он может за ночь съесть около 600 комаров. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok